Андрей, привет. Скажи, пожалуйста, повестку, которую я сейчас разговаривала с адвокатом по поводу тебя, повестку, где-то она с тобой, ты с ней забрал? Или я ее вместе с этим отдал, блядь, с военником, или я хуй, наверное, с военником отдал. И что теперь? Да ничего, он просто сейчас записывает данные все, какие он меня сейчас вот спрашивает, паспорт, вот это все, во сколько пришли. Он сказал суд подавать, Андрей. Потому что вот этими мы ничего не добьемся писанину, жалобами и все такое. Это подавать в суд. А он не в курсе, что вообще будет происходить, три месяца или до конца, или что, блядь. Вот, и я сейчас просто только с ним шла с ним разговаривать, и поэтому я еще не все поговорила. Он сказал, если бы Лера не была совершеннолетней, можно было бы тебя на год вытащить оттуда. Но надо мне сейчас обговорить вообще. Он вот сейчас, значит, будем только по поводу болезни, чтобы тебя вытащить оттуда. И ты на время суда должен находиться здесь. Единственная вот мотивация, это только то, что тебя вытащить на ВВК. Потому что травмы серьезные, а ты их, ну, не проходил комиссию этого. Ну, серьезно, у меня голова болит, у меня голова болит, блядь, даже не представляю, что это, блядь. Я не знаю, уже что делать. Я сегодня, блядь, руку ломал ночью, блядь. А в воздухе, потому что я поняла. Нет, я ломал руку, чтобы, блядь, я думал, нахуй, может, я блядь это хоть вывезу, блядь. Ну, я, блядь, два раза, блядь, этим обухом топора по ней ебнул, блядь. Я час, нахуй, не мог ничего, блядь, делать, да. Потом утром, блядь, блядь, сработает. Ну, повелом они, блядь, это просто сильный ушит, нахуй. Я уже не знаю, что делать, блядь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова